Я вижу пчелок. Все-таки они есть. Но если они тут есть, то почему они не летят на мои дыни? Посмотрите. Я за ними не успеваю. Она так быстро это делает. Я просто за ней не успеваю. Просто наблюдать не успеваю. Камерой водить за ней не успеваю. У меня вот так вот дыня пылять не получится, конечно. Тут надо уметь в году тренировок родиться, можно сказать, с этой целью. Так, ну ладно. Попробуем. Значит, что? Раз не идут на мед, значит, это какой-то неправильный мед. Возьмем, попробуем приманить на другое. На клевер. Вот так вот. Раз они есть, значит, они должны прилететь ко мне. Туда должны. Что-то ж мне надо придумать. Потому что я не могу работать пчелок. У меня своя работа есть. Я пойду на работу в понедельник. Кто будет опылять мои растения? Вот эти вот. Вот сейчас вот так вот. Вот так вот. Давайте. Летите теперь сюда. Унюхайте и летите. Ну что. Есть тут какая-нибудь дынька, которая будет расти. Мне кажется, хоть одна-то должна... Хоть одну дыньку-то я должна была опылить. Не можешь, чтобы у меня вообще не получилось. Ну, если только вот это. Мне кажется, я еще видела. Тоже большую. Да, вон таки уже. Тот самый единственный арбузик. Вы знаете, пока тяжело что-то сказать, глядя на него. Из опыта моего выращивания арбузиков предыдущего могу сказать, что пока непонятно. Завтра посмотрим. Когда он не завязывается, на нем появляются такие какие-то... Ну, вот смотрите. Он вот такой сейчас пушистый, да? А когда он не завязывается, на нем появляются какие-то черненькие такие точечки. Какие-то такие вот. И он отваливается потом. Пока все нормально. Никих черных точечек я не вижу. И даже, смотрите, это случайно не... Тоже не женский цветок? Нет, по-моему, просто что-то. Ладно, будем ждать еще женских цветочков. Хоть бы один арбузик завязался, а? Так, 11 апреля. Они были высажены у меня все на рассаду. Но алтайская пораньше взошла. Лакомка медовая. Не пошло дело. Я их пересаживала попозже взошла. Еще была дачница торпеда, которая благополучно не пережила ничего. И то ли корневая гниль, то ли еще что-то. Но все они у меня. Это арбузы, и дыни. Поэтому это уже новенькое посажено взамен тех, что утрачено. Ну, а вот эти выжили. Выжили. Выжили и растут. Я высадила в грядку и закрыла черной пленкой. Вот здесь вот черная пленка. Под низ я положила сюда солому, да, траву, солому, чтобы она тут свою микрофлору развивала. Вот это корни этой вот дыни. Посмотрите, насколько разрослись корни. Насколько они все здесь окутали. Поэтому прикрываем. Пусть дальше растут. Тут, я думаю, что то же самое, если поднять, будет. Тут вон мицелий какой-то. Не знаю уж какой. Что-то у него полезное. Очень раз ей нравится, и она растет, значит нравится. Я с этой целью его туда и клала. Чтобы что-то полезное росло. Ну, короче, я специально положила туда вот эту солому, чтобы там выросли полезные грибочки, которые боролись бы с этой коренькой. Корешочки вон какие радостные. Под пленкой они замечательно себя чувствуют, как мы видим. Вон. И. Здесь я положила тоже солому, потому что мне не понравилось, как горячо. вот этой пленки. Видите, какие крышочки. Замечательно. Специально заселила туда и травку. Трихо-дарму делала живую, так сказать, сильную палочку. Там я и раскладывала эгамарир. И сильную палочку. Как вы видите. О, муравьи. Сейчас я их потравлю. Муравьи достаточно купить хорошее средство и им воспользоваться. Где они у меня тут были? Вместе муравьев не будет. А я тут думаю, что он не растет. А это они, вот видно, ему тут. Я периодически сыплю, но... Ну, значит, сено и мальча травы, которая была... Я ее положила, она чуть припрела, начала работать. И, видно, справляется с этой корневой ганилию. Раз все начало расти. Вот все-таки, все-таки, вот эти гамариры, это все непонятно что. А вот сильная палочка, которая в сене, в траве, вот это дело. Хотя говорят, что сильную палочку вроде как надо на листья. А... Трихо-дарму... Синюю палочку вроде как надо на листья. А трихо-дарму в землю. Но, тем не менее, факт на лицо. То, что вот было на сене, на траве, оно сейчас разрастается. Корни вылезли наружу, спокойненько там существуют. А вот... Мои помидоры стоят как будто убиты. Несчастные. Я не знаю, тут прям... Завтра посмотрим на них, давайте их запомним такими. Ой... Все, как один. Все до одного. Я вообще не понимаю. Их скрутила так. Бараньи рук. Вот, смотрите. Прямо это видно. Я думаю, что это дозреватель так на них подействовал. Что-то он делает с ними, ломает их систему. Переламывает. И мне очень от этого хорошо. Но больше я пользоваться им не буду. Что-то мне не нравится их вид. Посмотрите. Все как один. Полностью. Все до одного. Они стоят. Такого я еще... У меня такого еще никогда не было. Первый раз. Первый раз. Всегда все бывает что-то в первый раз. Ну ладно, посмотрим, чем это закончится. Продолжение следует...